здравствуйте все мы начали чуть пораньше чтобы проверить как со звуком мы находимся в копенгагене датской области полуостров ютландия есть рядом со мной игорь еронко на фоне живописных домов копенгагена и сразу же мы начнем с вопросов у нас будет полчаса мы наверное поскольку мы ежедневно выходим в эфир то по полчаса потому что по часу мы извините уже спать хотим вот такие у нас спать мы хотим пока нет давайте с вопросов которые поступили в чат youtube и мы все вопросы будем брать из этого чата поскольку других вопросов у нас нету а все они постепенно будут появляться но это уже по прошествии хотя бы одного-двух матчей в россии да ну нет просто ватсапа у нас нету мы находимся не в редакции ничего у нас нету вообще и до свидания спасибо за эфир со временем прикрутят telegram надеюсь что да мы на балконе но это не балкон это внутренний дворик внутренний дворик вот такое спасибо спорт экспрессов за внутренний дворик ладно начнем с вопросов что скажете о ночках динамо москвы афиногенов эндрашис это это курьез вот я про афиногенов скажу что это курьез а эндрашис опоздал с переходом российский клуб на 5 лет вот три четыре 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 точно вообще эндрашисы изначально планировали брать под карсумс и потому что они неплохо играли вместе в сборной допустим но так вышло что с карсумсом расторг за контракт и он по ходу из спартак будет играть с долгой чем-то что у нас за вопросы какие новости по адмиралу надо снять этот клуб и чем быстрее тем лучше насколько я знаю на следующей неделе будет заседание в кхл и они будут там возможно какие-то санкции меня ну вы сами видели что адмирал никого не регистрирует и возможно это негласно запретили делать новичков регистрировать а что будет дальше ну посмотрим кручинина не взяли на чемпионат мира может быть обойдется без ротенберг тим кручинин кстати хорошо сыграл сезон побывал на евротуре ну да сейчас возможно он не впечатлил и своей игрой чтобы попасть на чемпионат мира но причем здесь ротенберг тим кстати сегодня роман с нами шутил смеялся я говорю сыграйте 5-2 я вам куплю кофе он говорит если сыграем 5-0 я тебе куплю кофе я вот думаю завод в копенгагене кофейны нужен ли мне ну наверное нужен я ему кстати объясню что мне на завод кстати вчера ротенберг был такой нервный немножко а сегодня он был веселый шутил смеялся я ему что-то пошутил кручинину вы поймите к горлицкий не попал до кручинина определенно слабее действительно цска интересуется азаведа нужно ли это самому игроку до цска интересуется всем кому на оплатить 200 миллионов игроку это не нужно хочется остаться в казани но хочет получать соответствующие своему статусу деньги но и человек который стал первым в истории кубка гагарина иностранным мвп ну должен получать но на уровне уморка пример а казани пытается торговаться и тут поэтому как бы и цска подключился они хотят его в порог вы я скажу что показать тоже предпримет хорошее усилие чтобы оставить жастина и даст ему и денег на нормального денег указаний много вопрос в том что если бить но цска не соблюдает потолок а казань все-таки старается соблюдать и конечно но него превысили полтора раза вот но в чистом бою цска выиграет конечно потому что я думаю они сейчас вообще потратят всю нефть на только на этих да что больше смешать что цска гоняется за так рановым я бы понял если бы это был действительно топовый защитник но человек который ломается каждый год и проводит там в районе полу на половину матча сезона не больше так ладно что известно главном тренере авангарда что он призрак пока только мы точно знаем что он будет когда-нибудь ног мне почему-то все чаще кажется что в итоге назначить кубу правили губов сейчас основной претендент но вытеки появляются слухи про как много штурма про штурма да да там понимаете я вам еще раз пытаюсь объяснить что происходит в авангарде и надеюсь что после этого у вас все вопросы исчезнут в авангарде поменялся президент и меняется вся система и то есть вы сейчас когда говорите кто будет тренером авангарда вы можете любую фамилию назад и он может в равной степени быть тренером авангарда или не быть ну что они не знают сейчас пока там есть какой-то список естественно но в этом списке были воробьев гатятулин кудашов и все они пристроены другие команды так что я вам скажу что точно известно что не будет титова вот это вот это ну кого не будет и светлого потому что он с адмиралом и милин подписал слады но давайте дождемся но сейчас закончится закончится изменение вот вся структура и все будет все будет понятно и логично пока мне не нравится что там хотя все-таки звонит и агентом и игроками идет с ними переговоры это очень плохо до июля должны убрать большую часть предыдущих управленцев в том числе шалаева младшего но от вообще от сушинского ждут каких-то мощных ходов поэтому он с тренером не торопится поэтому и штурма фамилия появилась большим счетом яковлеве каблуков уедет в ангел яковлев нью-джерси дэвилл съедет каблуков точно никуда не поедет и я с ним разговаривал на эту тему но ну смысла лет нет ему в этом возрасте куда-то уже ехать него всех не все хорошо дело не в том что у него нет амбиций а просто но он по-житейски не хочет уже если он там когда-то играл до этого это прощало бы много но он никогда не галзу океаном поэтому срываться на другое место совсем на другие бытовые условия что скажете о ситуации сгибом сша после матча с россией да это фигня полно я вам честно скажу меня просили там позвонить нескольким американцам узнать их мнение на этот счет я сразу сказал что ребята это только у нас в стране заморачиваться на этот счет но мне все-таки просили позвонить я позвонил начали спрашиваться что какой гейминг это пустяки которые вообще не стоит даже думать есть вероятность что гусев вообще не сыграть на турнире есть я сегодня разговаривал с романом как раз на эту тему понимаете у гусева назовем это травма я все-таки придерживаюсь поскольку мы официальные журналисты придерживаюсь смысле того что некоторые тайны нельзя разглашать до начала турнира до конца турнира потом мы обязательно об этом скажем но тут дело не в том что мы там болеем за сборную не болеем но есть просто сейчас ты назовешь это а потом чтобы вообще разговаривать не будет на какой смысл и ничего ты от этого не выиграешь так вот гусев не тренировался до 2 мая и посмотрим в какой он форме приедет я не исключаю что он но будет в плохой форме потому что но естественно не сможешь физика потеряно другой стороны уровень гусева такой что он даже без ног может да и там придумать всегда особенно особенно на матче франции австрии у него будет время раскачаться я думаю что не будет времени вот когда вот он только на беларусь приедет если будет вот 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 и ромка когда будет вертикальный хоккей ну слушайте а зачем он вертикальный хоккей вы хотите увидеть что в духе бей беги в духе условного сан-хосе не заснете когда будет смотреть сейчас конечно тоже не все ладно и не очень-то радует игра сборной но мне больше по душе этом горизонтальные диагональные передач которые порой проходят эту дорогу и так господи так вот еще какой-то вопрос который я пропустил случайно кулемин будет магнитогорске вероятно будет никому не нужен в америке за 5 миллионов да и за миллион 5 пятерка последний гробовский она там средний пятерка последний год но я не понимаю как можно держать за 5 миллионов игрока 4 звена на меньшинство когда я звонил величкин он совершенно не был уверен в том что кроме переда то что все упирается в игрока он сказал то есть я так понимаю что может быть сам коля не очень-очень магнитогорск возвращаться в скаун не нужен потому что у них они если возвращают у кого-то там возрасте 26 27 лет цска вот эти могут подсуетиться так авангард подписывает молодого финна поки какой-то кто ну кто фильм как говорится мы сегодня я вот у меня хорошее отношение с техническим штабом сборной не с техническим а с тем кто занимается хоккеем там это расписывать статистику ведет и я с ними согласен в том смысле что брать любого финна из чемпионата финляндии это очень большой риск очень большой риск и но не факт что он сыграть я кстати не уверен что бертранд сыграет в сибири как бы он там не сыграл за карта еще другая лига другой меня вообще впечатление сложилось что наши менеджеры стали посматривать элит проспекции собирать игроков чисто по статистике господи да даже это даже не надо я просто смотрю они берут элит проспект открывает клуб берут первых трех по статистике подписывать с ними контракты теперь другой клуб а потом нефтехимик открывает берем этот клуб первые три по статистике забираем как подписал амур чеха господи это же вообще смешно это клоу он приедет реально клоу вы поймите что в финляндии чемпионат очень сильно ослаб после ухода йокерита во первых во вторых у них они по зарплатам только 4 в европе против после кхл швейцарии и швеции поэтому к ним едут ну довольно слабые легионеры и чемпионат сильно снизился вот там когда какие-то 17 18 летние парни выстреливают это точно будет топ но когда люди в возрасте 26 27 и показывать хорошую статистику это ничего не значит как максима матушкина пригласили магнитогорск я вам честно скажу это просто смех потому что они приглашали такого же николаса шауса в прошлом году и потом выгнали это величкинские вот эти приглашения он всех селекционеров вырезал и теперь сам приглашать я уверен что с магнитогорском ничего хорошего не будет именно за того что там сейчас нету есть тренер никакой никакой он тренер разбирается но селекции занимаются посторонние люди перкс раме глинкин в тракторе это реальный или пустой слух ну реально если глинкин подвинется по деньгам существенно конечно реально а беркстрим это откуда который играл сибири а он не в омске беркстрима в тракторе точно не будет глина может вернуться в трактор но он очень много получал денег я не думаю что ему дадут только даже примерно если он напополам вот если он будет не 60 а 30 допустим тогда все возможно курске не будет основным в этом нет нет почему ну а кто там будет а то потом не подвинет ему в первый свой сезон не дадут так много играть у него годичный контракт ну да но его подписывали как бэкопа хорошего бэкопа который здорово проявил там в европе играл на евро туре нич хорошо хорошо если 25-30 сыграет матч это будет прекрасно если 30 игр сыграет это будет здорово пидан точно будет в акварте и ноутбука лиджа будет будет стопроцент просто об этом не могут убить официально потому что петербург до сих пор играет плей-офф и как бы контракт продолжать действовать его еще могут поднять основу почему не ждут сергачева или твои дома что господи сергачева не ждут ждут орлова либо не кучеров кузнецов овечки но у нас сейчас три места три места да еще одно может занять гусев останется два возраста будет защитник и нападающий а кто у нас остался из свободных защитников после яковлева и трянки на заявили береглазов а береглазов я думаю что береглазов нет нет вообще если бы и зуб не сломался не было бы составе не яковлева не береглазов заявили бы 7 защитников ждали бы орлова но сломался зуб поэтому заявили сегодня яковлева и но береглазов будет ждать если там будут ли изменения в штабе сборной после чемпионата мира открою тайну дни никитина сочетаны в сборной я думаю что после чемпионата мира никитина не будет а почему ткачева и галиева нет сборной галиев довольно слабый игрок в плане узконаправленный хороший бросок он умеет забивать но обороняется очень плохо чем плохо играет человек сыграл человек заслужил право он плохо проявился на евро туре не понравилось тренер несмотря на то что он там забил случайную шайбу этому сеаттере но он не понравился тренером почему нет ткачева я понять не могу но галиев неплохой игрок представляешь тройку ткачев галиев бучневич которая от которой тащился бучневич и три игровичка просто обороняться никто из них не умеет слушай знаешь как говорится обороняться пусть обороняются оборонители а мы сборная россии уар олимпийский чемпион насколько я знаю ткачев по характеру не нравится тренерского у владимира ткачева как-то все не складывается да со сборной при том что им кажется я вам опять же открою тайну им кажется что он слишком расстроен не настроенный но я-то знаю опять же вот тут проблема это часто бывает что я знаю хоккеистов другой стороны я знаю что шестеркин никогда не никогда не ну не будет гордиться тем что в первый номер это не похоже они считают по-другому ткачев там там объяснять что якобы шестеркин если его сделать первым номером он там все посчитает суперзвездой и перестанет нормально работать нам с собой нормально играть ну это конечно глупости полный да потом ткачев считается что он приезжает какой-то расстроенный но я вологию знаю но он такой он просто так выглядит скажи ему шутку начинает как он веселый он хочет играть сборная не знаю почему его если честно не берут сборную я думаю но вот это чисто эмоционально думаю что дело в том что он читает бэк бэдера и говорит по франции вот кстати но слишком интеллектуально это нам зачем давайте возьмем анисимова или кошечки на кошечки вообще так у михеева игра в меньшинстве что значит михеев михеев будет играть в меньшинстве вообще мне очень нравилось сочетание мамин андронов михеев михеева передвинули каблукову мне кажется нужно обратно его вернуть третье звено очень смотрели здорово они вместе с андрономом кстати меньшинстве вообще михеев на евро туре играл суперски он получал очень мало времени но очень круто работал очень здорово работал на бортах и обострял постоянно какие шансы у самсонова в вашингтоне в херше я думаю у него нет грубо уже уходит точно да еще не факт но не могут у него сейчас контракт на два с полной миллиона у них потолком вообще нет денег поэтому он точно уйдет уж попросит больше денег потому что он провел половину матча в сезоне полбе поехал уже после нового года и он уйдет у самсонова будут все шансы быть бэкапом полбе не смутило немножко но мне не понравился понятно что самсонов в магнитке под кошечки но но мне не очень впечатлил последние игры самсонова мы не впечатлили просто я знаю что он умеет играть а здорово классно вот но не впечатлило меня мне не понравилось что по сути им управляют ларионов насколько очень сильно сомневался а что ну и запомните агентов я не люблю но ларионов это очень слабо ген очень курица удалось да кстати отмечу курицу очень хорошо игорь приготовил и надеюсь что он это продолжит тем более ему платить за всю еду в копенгагене сегодня выяснилось любопытная деталь по по копенгагену знаете вот выходит автобусы да в одну сторону маршрут и в другую маршрут и вот мы на автобусе доезжаем до места где мы живем со стадиона отлично но я сегодня сел в другую сторону планируя что меня довезет до стадиона и он меня увез какой-то другой район я уж думал что это либо германия либо уже норвегия пришлось идти оттуда пешком но вы хоть походил как говорится спасибо вчера звук был громче новому сейчас поставили микрофон извините может быть потому что мы на улице мы на улице во первых мы можем сделать это в комнате но мы хотим показать что мы по дворике которым можем выходить и работать но звук у нас будут эфиры студии понять сегодня 11 часов по копенгагену и сегодня нам удобнее здесь завтра может быть все по-другому то есть есть компьютер вай-фай и будем это поисково вот злай пройску я пройску вообще я просто сформулирует но смысл в том что магнитка же сделала на рожение акбасы есть неделю чтобы повторить но я не очень понимаю зачем это величкину и магнит ясков не тот игрок за которым нужно гоняться а миха вы что имеете ввиду что в нхл величкина забанили бы за предложение но нет он точно такие же правила если у тебя есть реглан ограниченно свободный агент который отыграл четыре сезона в нхл ему тоже можно предложить контракт не забывайте что сегодня уже май а у нас 20 апреля такие штуки запрещены а сейчас уже все пожалуйста предлагаю хоть кому ну недавние недавний случай шей вебер и муж владыфи предложил этот огромный контракт вот давай лучше расскажи про коваржи магнитку что слышно ну коварж изначально хотел в нхл но не потянет конечно если бы он хорошо провел тут они бы гонялись он сезон провел очень слабо и он вообще такой по характеру по характеру да он такой но не все не все есть хорошим очень многие послал гавил кто считаете перейдет в трактор кили гионеры и перейдет не суднице суднице уже в тракторе насколько я знаю легионеры понимаете у него где оставляют юнгелью и бейлина оставляют место француза суднице подъехал ну кого-то еще в нападение возьмут в тракторе я вам скажу вот что происходит мне не очень нравится как работает руководство я знаю что иван ученичева обязательно об этом расскажут я выслушал его и я понимаю их принципы но все равно вот как вы упустили гатиатуллина и страшил это просто цирку реально цепь когда его когда воробьев сказал что он взял в офсштаб я позвонил анвару ну слушай мне ничего не предлагали до сих пор уже сколько времени прошло я дошел до финала я досконально знаю что происходит в тракторе я скажу что челябинск упустил анвара по глупости куда перейдет шипачев сегодня писал шипачеву даже могу показать что переписка у нас с ним существует вот владик шипачев последний у него смайлик он не прислал но я спросил поехал правдали что он в динам москва и уже вслухи пошли про динам москва он горсть ни с кем не подписал слухи есть я сказал что пора подписывать потому что нам бы хотелось получил эту форму и прочее не оставлю на автомобилист еще же есть один клуб авангард авангард я думаю что автомобилистом завалит баблом сергей новиков надеюсь что это тот сергей новиков который отправить меня втором то на трехлетнюю командировку спрашивает о кульчике мой прогноз лавка и назад кхл да что получится 18 миллионов на три года и никакой лавки там не будет сто процентов другой вопрос что он не отработать этим 17 миллионов я уже друг но не будет никакой лавки выкупать его естественно тоже не буду что невыгодно отыграть три года он отыграет как отыграет уже другого я думаю что это наш редактор максимов спрашивает псевдонимов что во время игры делать будете на эссе будет студия что здесь не сделает спасибо за технические вопросы которые вообще даже мы не знаем и знать не желаем миша большой привет гертл плохой гертл отвратительный хоккейс все что мы можем сказать про здесь лица победа белоруссии до в евровидении в инхайл есть негласно пропалку вот про кого спорта эпоха это шикарный игрок это ему просто не дали шанса не в чикаго не в алендерс откуда его меняли в чикаго чикаго он по идее очень подходил очень техничный защитник здорово видящий полян ему чуть-чуть не хватает катания если бы у него ноги работали все время как должны работать у каждого хоккеиста инхайл он был бы звездой но на международном уровне он олимпиаде играл он очень хорошо смотрится на больших площадках несмотря на то что вот ногами иногда не дорабатывать он будет звездой с именем фамилии виллепока какой же ерунка смешной он со своей-то фамилией мы над ним смеемся алексей зачем яндыча представляет подставляете разводя на мат что значит разводя на подставляю я же он же сам я сказал сил он ответил камера была включена при нем это было в микзоне я я чем его подставил вы извините конкило и козом останутся в локомотиве если нету куда перейдут мне кажется кончил не было козу на точно не показан меня этого вроде там вот такая тема что права на тему пулкинина принадлежат минску и скорее всего козу на дадут права на козу на дадут минск на права на пулкинина и козу на хороший вопрос начался я кончила может уйти до перейти миха семин спрашивает оцените переход розана в сочи наверное это самый сильный переход игрока из европы в кхл в этом международный человек только розан из-за векшин хороший нападающий но почему самый сильный вы его чтите что шведы довольно специфические игроки они себя за пределами своей страны редко хорошо проявляют если не играли до этого там на серьезном уровне кто еще покинет sky я надумал надеюсь бухгалтер по хинецка куда придет александр попов вот кстати авангард он очень интересуется и очень хотел бы серьезно но все тогда прощай авангард тема с авангардом если повтороперед закрыта вы ничего не выиграете не будете попадать в плов в раздевалке будут твориться одолго если вы возьмете попова это конечно смерть для любого кист к любого клуба вернется ли в алиев оба точным общаешься я с ним давно не общался но насколько я понимаю еще не было предложение от монреаль и ждут я знаю что пусты ждут предложение от 0 или какое оно будет если бы настал сторон то он бы точно вернулся бы до монреале как бы на него посмотрели уже был вызывали он такой неплохой матч провел там в общем это все будет зависеть от предложения монреаля и тут россия втором даже и сложно с том что биржевена могут уволиться вот и там на уровне менеджмента пока никаких вообще решений он же в бостоне играет биржевен марк биржевен он такая типа вот разбирается на самом деле он не знает просто что ему все время продукты покупать кстати по продукту здание сегодня купил малину за 320 рублей это я обращаюсь к максимову к новикову и к владельцам спорт экспресса вышли эти денег потому что малина очень дорогая чтобы с якуповым подожди якуповым все будет плохо северсталь покинет кхл по итогам следующей сезоны я бы хотел тут поподробней чуть рассказать тем более у нас осталось 7 минут и 13 процентов на компьютере так вот я думаю что северсталь погубит нынешние руководители алексей козни в первую очередь они делают все чтобы северсталь прекратила существование в кхл и перешла в хл сделано все для этого я думаю что пока на данный момент это естественно последний сезон но там на самом деле мордашов не заинтересован в том чтобы выкладывать большие деньги того не заинтересованы ему надо объяснить ну да если бы был руководитель пришел аренда был горел я думаю что уверен для мордашова вот это все но что мне купить одну малинку по цене вот ему северсталь я отмогу за три крона купить малину одну и типа буду ходить такие горды и вот лисы для мордашова эти деньги на пустяшные но не клубе не заинтересована там видите много упирается в козни ваннатка с которым некоторые агенты даже перестали общаться потому что они вообще ничего хочет от человека ночью и знаете я представляю что примерно хочет козни в козни хочет понравиться мордашова типа мы вот вам сэкономили денег а вот если вы перейдете в хел мы еще сэкономим денег а ну вы деньги давайте зарплату мне платить но мы хотите мы вообще перейдем мэн хел а хотите в ночной лиге будем играть вы главное деньги давайте которая мне пойдет на запах смерти смерть северстали неизбежно по крайней мере сейчас алексей почему нам не нужен овечки на чем ну что плохой человек нормально да ответил на самом деле у нас только у нас даже нет до сих пор праворуких нападающих могут гусевы же не заявить тоже она бы он очень не помешал большинстве а праворуки нападающие вертикальный хоккей как приятно с ним и знает не 320 крон почему-то мы зависли в ю тубе но это видимо связано с техническими неполадками в дании у меня все же про жизнь а у него про все про то что вообще никому не интересно тренер вернется тренинг вернется ли в россию или останется за океаном океан с большой буквы у него же контракт на год год точно ты уверен они последние ли нет черта все говорили что там был вариант что он договориться с руководством нашла и прекратит контракт это если если бы трактор дал там огромные деньги или продал его куда-то но так он еще будет играть подписав линделя линдова б я цска совершил ошибку цска не совершает ошибку он просто тратит нашим деньги государстве а я скажу что двой очень хороший был с доусом когда доус прекратил играть и вы не определял результат и я боюсь что там удался было от травма паха он в общем с трудом играл если подберут хорошего ассистента хорошего кто это так доус он мог бы играть хорошо с капризом потому что есть капризом мне кажется что это было бы хороший октава в обороне тренинг третьем на подальше центр но боишь центр но в смысле а кто будет справа петрова можно поставить трога уходит еще не факт какой все сиронка начинаешь про это чушь не говорите настроение все портится ерунка о он будет до у них и семен и вопрос ерунка заметил ли он что акбарс перестался в финале со схемой 14 на 1 2 2 так играл ска против ска прекрати отвечать все об этом писал и не раз что фирменный трэп от билетину 1 2 2 найджел доус будет в автомобилисти насколько мне известно ухо инсайдер и пиши везде в заголовках инсайдеры сообща инсайды от народ в цска чем скорее тем лучше ска должен выиграть спокойно я думаю что никитина не уволят потому что знарок не нужен из мантовича потому что это естественно не к вечеру идет подерутся и из на рок выиграет я думаю что зна из мантовича не нужен такой человек который это плохо управляемый неплохо управляем неправильно такой ершистый не нужен насколько мне известно там переговоры со знарком имели место но шли они через голову да вот это правильно до 31 мая за на рок нигде не будет у него запрещено вообще что-то подписывать дальше может все повернуться другой кто из игроков ска 1946 может усилить команды кхл сультеев вратари оба что лысенков что волков очень не знаю мне кажется что паладян застопорился по итогам этого сезона он так и не нашелся в молодежном хоккее и я думаю что там есть агерчук неплохой питьков вот питьков вот это да вот это звезда будет все мин может играть все мин кстати очень талантливый и я надеюсь что его ну видишь он плохой системе все минут сейчас вот нужно попереходить себе играть там по во второй паре 15 15 минут 15 минут вот кстати очень крутой игрок трек его тоже надо было рыкову надо уходить конечно вот он играл и и у нас остается 57 секунд и мы закончим прекрасным вопросом где будет лимтюков вы знаете что начинка во время чемпионатов мира проходит семинара тренеров и я думаю что это темно что что еще может интересовать давайте опросим этих домах не будут играть лимтюков это всех я думаю что это встретимся да мне будет играть лимтюков еще 30 секунд ну вот там просили оценить оптовые закупки салавата они очень средний но очень большие по деньгам я не удивлюсь если зубов там и окажется вот это за большие деньги на этом мы прощаемся с вами завтра в 11 по копенгагену в москве это 12 в петропавловский камчавском полночь мы встретимся с вами снова непонятно из какой студии студии у нас полно вай фай здесь даже есть в автобусе 4 а который идет до арены другую сторону есть кофейня тут пиццерия и бургер стоит 700 рублей до свидания скажу до свидания до свидания